всем привет вы на канале гараж 28 сегодня буду тестировать материнские оплаты это из первой партии подарков 3 материнки проца к ним не было у меня и вот буквально на днях получил процессор заказывал на алишки за 400 рублей md atlone adx 2600 тут есть термопаста сегодняшнего дня грубо говоря у меня начнется знакомство с md процессорами я так полагаю для меня это честно говоря темный лес но на самом деле я и в интелах не особо шарю как бы знаком с двумя сокетами с которыми работал 775 и lg-1155 на этих сокетах у меня в основном компьютеры мои собраны все с мдшками дело не имел для сегодняшнего дня ну есть материнка там приколочена к потолку у нее атлон тоже какой-то стоит но она не работает в общем процессор померил во все три сокета лезет во все три материнки хотя это а м3 там а м2 м2 вот на эту материнку меня надежд немного у него здесь угол довольно темный такой как подпален не знаю пойдет не пойдет также ни к одной материнки у меня нету родного охлаждения поэтому буду после установки процессора просто прижимать вентилятор на термопасте которая здесь как бы этот комплект будет на все материнки переходить до прекрасно понимаю что это плохое охлаждение будет на самом деле без надлежащего прижима плохая теплоотдача процессора будет но мне в принципе только потестировать никаких нагрузок серьезных на процессор не будет потому что у меня током даже комплектухи нету сейчас к этим материнкам я хочу сегодня просто проверить их него работоспособность ну и как бы в дальнейшем уже буду думать что можно скомплектовать и очередной компьютер кому-нибудь собрать все тестироваться будет само собой на моем стенде все будет отображаться на втором мониторе в общем приступим а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, из всех трех материнок запустилась только одна. Там написано сокет AM3. Дальше BIOS они загружаются, потому что они жесткие, ничего не подключено больше. Ну и на вид она самая такая, так скажем, современная. У нее DDR1600 используется. У меня всего одна планка нашлась. На эти две материнки нужны планки DDR800. У меня, к сожалению, вот вся эта пачка, это все 400-е, 333-е. Все старье, древнее, мамонта. Эта материнка по питанию сразу отрубается, то есть блок питания в защиту уходит. Ну и видно даже вот так на глаз, что она кривая. Ее от температуры увело. На задней стороне тоже видно сильный перегрев был. Здесь тоже пятно темное. В общем, она быстрее всего и не запустится. Украсит гараж, пойдет в инсталляцию. Эта материнка запускается, выдает какую-то ошибку F2. Пока не посмотрел, что это толком. Опять же, нету оперативок всунуть. Быстрее всего с оперативкой она заведется. Оставим ее на потом потестировать. А с этой материнкой, в принципе, сейчас подключу жесткий диск какой-нибудь и попробую поставить винду. Интересно же поразбираться, посмотреть, что такое AMD. Тут даже биос немножко другой. Также за отпуск было очень много времени проведено в гараже. Очень много комплектухи проверял, собирал разные системники, друзья. Каждая перестановка винды занимает в среднем от полчаса до часа. Одни, что делать тут просмотрел все семь сезонов Игры престолов, кучу анимашек. И от нечего делать заварганил себе бубен. У многих админов имеются бубны такие вот, а мне делать было нечего. Были колеса тех самых пылесосов, которые на удлинители пошли. Я решил заварганить себе такой бубен. Это, конечно, чисто по приколу. Windows XP, Garage 28, Microsoft, Core i7, о котором я только мечтаю. AMD Razer. Помощи бубна хватило только на одну материнку. Видно, чтобы завести вторую или третью материнку, нужен бубен второго или третьего уровня, соответственно. Наверное, их надо как-то прокачивать, там, я не знаю, увеличивать количество дребезжалок. В общем, продолжаем угорать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА